Лекция на тему правила применения силы. Есть такая шкала, как в Орс Каунти. Ну, Каунти... Ну, им как-то она так. Правильно. Вот, шкала эта дает, получается... Ну, в переводе с английского она означает продолжение силы. Это основа... Основ еженедельной работы, по которой работают все офицеры. Вот. Можно на мануал зайти сейчас, на офф-портал, и посмотреть эту шкалу. Получается, красным показан устный приказ. Потом физическая сила показана между... Ну, получается, где-то ближе к оранжевому. Вот. Потом перцовый баллончик. Это у нас оранжевая, да? Всё. Потом идёт уже дубинка-дробовик с ненитальным зарядом. Тайзер. Ка-9. Собака, получается, тайзер-электронное оружие, да, насколько вы понимаете. Вот. И смертельная сила, это уже оружие такое, огнестрельное. Вот. Этапы применения силы. Они... Этапов всего, получается, у нас... Шесть. Даже семь. Вот. Шесть. Что? Шесть. Насколько я помню. Семь. Семь этапов применения, не считая Ка-9, так как у нас её нету. Вот. Получается шесть, да, всё правильно. Этап первый. Это устный приказ. Каждый офицер при общении с гражданом должен знать, что граждан истерически кричат, получается, как мантур, я знаю свои права и так далее, да? Таких прав у гражданина на момент задержания всего два. Это право хранить молчание и право на защиту. Эти права чётко прописаны в Конституции в соответствиях поправках. Кроме того, граждан обязан повиниваться любым требованиям офицера полиции, так как юридически любой полицейский... Это представитель закона. И все его поступки прокоординированы требованием... А, подожди секунду. Продиктованы требованиями исполнения законов. Если граждан считает, что требования офицера не законны, граждан всё равно обязан их выполнить. Хотя бы для того, чтобы не усугубить своё положение. По скрипту, получается, если граждан отказываются выполнять устные требования офицера, да, ваши, вы вправе высказать повторные требования, да, в сторону гражданина, либо повысить значение этой шкалы и перейти к физической силе. Все поняли первый этап? Да. Можно это по-другому? Да. Да, можно. Вот, когда я был на Тринити в полицейском департаменте, там немножечко другие были эти применения силы. Первое, это присутствие, просто присутствие офицера. Второе, это устные приказы. Третье, это очень лёгкое силовое воздействие. Четвёртое, это жестокое силовое воздействие. Пятое, это тазер, пластиковый пулей, водомёрт, собаки. Шестовое, любое подручное оружие. Сейчас тебе... Смотри, у нас получается не Тринити, да, здесь, типа, у нас Аризона, и мы играем под сервер, типа. Я понял то, что хотел сказать. То, что есть водомёт, ещё так далее, и всякие эти. Вот, всё, я тебя услышал, я понял тебя. Так, продолжаю лекцию. Этап физическая сила. Если гражданин проигнорировал требования сотрудника полиции, готовьтесь к тому, чтобы провести первичный, который офицер выучил в академии, да, и регулярно оттачивает. Исключительно простые, действительные, но болезненные для граждан приёмы, нацеленные на ваше задержание. Ну, как на ваше. Тут, получается, в лице граждана, типа, чтобы это гражданин писал. Ну, как писал, читал, типа. Вот. Это я могу сейчас сделать вам, чтобы вы, как офицеры. Так. Этап 3. Перцовый баллончик. Если офицеры входят... Что? У нас же нету их, типа. Ну... А, блин, точно. Ладно, короче. Перцовый баллончик пропускаем. Дубинка. Вот. Этап 3. Мне надо всё равно это читать, так что давайте продолжаем. Этап 3. Перцовый баллончик. Допустим, в ходе того, как офицер заламывал гражданин и... Гражданин и гражданин вырвался и начал что-то кричать, размахив руками, готовьтесь использовать перцовый баллончик. В большинстве случаев это меры достаточны, чтобы дезориентировать человека и заставить выполнять требования, но все люди разные. И в определенных случаях состояние наркоопьянение. Перцовый баллончик не наносит никакого видимого вреда. В таких случаях офицер поднимает шкалу до оружия... Оружия дробящего типа. Это получается дробовик с нелетальным зарядом и дубинка. Вот это оружие дробящего типа. Вот. Потом у нас идёт этап 4. Дубинка и дробовик с нелетальным зарядом. С дубинкой всё понятно. Вы сопротивляетесь, вас бьют. Ну, равняется тому, что вас бьют. А вот дробовик с нелетальным зарядом куда интересней. Заряды эти называются бенбак. Ну, в переводе это мешок с горохом. Вот. И представляют из себя оружейные патроны. Затем исключение, что внутри картечь. Способно убить, а всего лишь дружелюбные мешочки. Которые при выстреле способны сбить человека с ног. И с ног высокого и крепкого человека. Вот. Стреляют по корпусу. Оставляют неплохие синяки. И причиняют невероятно сильную боль. Но ничего смертельного. Опять же, для лиц, находящихся под наркотой. Да, получается, под наркотиками. Порой совсем безобидно и никак не действует. Этап 5. Тайзер-ган. Тайзер-ган или просто тайзер. Относится к заряду электрического оружия. Ярко-желтый пластиковый пистолет. С надевающейся на импровизированное дуло. Катриджами. Стреливает острыми иглами. Получается. А вот. Эффективная дальность полета до 5 метров. Эффект вы попадаете и начинаете трястись от выскоченного электрического заряда. Но, как и в прошлом случае, для наркотиков не применяют никаких неудобств. Этап 6. Кат-9 кинолог. Это предпоследний этап, но уже на нем начинается литься реальная кровь. Добавить особо нечего, за исключением того, что если Кат-9 рядом нет, то в большинстве случаев кинологов не вызывают. И срочность требует первохода на последний этап. Секунду. Этап 7. Это применение смертельного оружия. Это конечная остановка. Офицер достаёт пистолет и наставляет его на вас. Самое время одуматься и всё-таки сдаться. Срок за неповиновение. Всякое лучше, чем пуля. Предупредительных выстрелов в воздух ждите. Итого океанам нет. В полиции США существуют инструкции, согласно которой смертельное оружие применяется только с целью остановить. В качестве останавливающего способа в Академии учат открывать огонь по корпусу. Не ждите одного выстрела. Минимум два в корпус. Важно. Поднимаете шкалу контакта не только вы. Офицер также имеет полное право её повысить. И будет повышать вам отдали устный приказ. Ну, получается, вам отдали устный приказ. А вы схватили за оружие, получаете пулю. Вы начали драться с офицером, получаете дубинку или тайзер. Не ждите, что с вами будут драться на равных. Полицейский имеет законное право быть на шаг впереди, внутри вышеупомянутой шкалы. Лекция на этом окончена. Вопросы есть по лекции какие-либо? Нет. Сколько в общем этапов? Я сказал в общем. А теперь я задаю вопрос. Сколь... Подожди. Кто ответил? Не сидели, а не молчали. Вот смотри. Ян, давай тебе вопрос. Этапа сколько? Семь в общем. Так, Эрик. Тут? Да. Сколько у нас на данный момент на сервере этапов? Ну, если не считать К9 и... Трицовый баллончик, то получается 5. Хорошо. Гордон? Да. Гордон, значит. Фрим. Фрин. А-а-а. Вопрос такой. Если человек... Наркоман... Сопротивляется к каким-нибудь действиям и так далее, да? Там бегает вот от вас голод, бьет вас, ваши действия. Ну, получается, если он... Ну, вообще вот... Неадекватно себя везет, просто бегает, да? Да-да-да, все правильно. Да, все правильно. Бегает от вас, кричит и так далее. Ну, я должен его... Э-э-э... Тазером... Бахнуть. Бахнуть. Опять прочитаю. Эффективная дальность полета до 5 метров, эффект вы попадаете, начинаете стрясти от выскоченного электрического заря... Разряда. Но, как и в прошлом, лучший для наркож не причиняет никаких неудобств. Получается, вы должны были просто на него навалиться, да? Сделать первично ему этот... Получается, ну, сломать руки ему, и все. Ну, надеть наручники. А, понял, хорошо. Так, Ник. Да. Этап 7, этап 5 какой? Пятый? Да. Эм... К9. О, нет. Или да? Нет. Я просто путаю. Нет, в общем, в общем, пятый этап какой. Так, ну, если получается... К9-6. Четыре, это дубинка, дробовик, нелетальный... Да, да. Тайзер тогда. Тайзер, все хорошо. Ого! Коди, у меня фрапс идет, звук. Привет. Чинкс тут? Тут. Этап... Этап 2. В общем. Типа... Блять. Эээ... Типа физическая сила, и по... Ну, значит, типа... Все, хорошо. Повторюсь, лекция кончена.